Всем доброго здоровья! Мне всегда было интересно, может ли армянин объяснить, почему он армянин? Почему он считает себя армянином? Вроде бы как задача простая, но когда вот спросишь, никто не справляется. Раньше было просто. Достаточно было армянской фамилии. Точнее даже не фамилии, а суффиксы. Ян, Янс. Поскольку фамилий, корень которых можно безоговорочно считать армянскими, очень мало. Бывало, что фамилия не армянская, но и имя армянское, чисто армянское. Вопросов нет. Тогда тоже человек мог пристроиться к великому и древнему. Если с фамилией, с именем не везло, тоже были варианты. Тогда в ход пришла национальность бабуши, дедуши. Все, наверное, люди моего возраста помнят такой расклад. И еще я помню, если человек с армянской фамилией утверждал, что он армянин, то уже никто не просил его доказывать, что он не турок, не индус. Вот и все критерии. То есть армянская фамилия плюс утвердительный ответ на вопрос «Армянин ли ты?». Но ведь так неправильно. Так, конечно, тоже может быть. Но если понятие армянин – это серьезное понятие, а не уличный жаргон, то у него должно быть научное определение, серьезное определение. А я много раз говорил вам, братья, что такого определения у нас нет до сих пор. То есть нам уже по разным оценкам нацепь тысяч лет, а мы до сих пор без паспорта. Кстати, всего лишь 300 лет назад никаких фамилий не существовало. Национальность в документы не записывали, да и документов личных вообще не было. А суффиксы, они добавлялись к названию города, к названию села или местности. И указывали на то, откуда человек родом, или откуда он пришел, или где выучился хорошо, на пятерку. Более того, эти первые фамилии на разных языках писались и звучали по-разному. Аракел Даврижицы, то есть Аракел из Табриза или Табриза. По-французски это Аракел Ду Террис или Террисиан. По-русски Аракел Таврисский. Мавсис Хоренаци, по-французски Моис де Корен. На латыни Хорененсис, на русском Моисей Хоренский. То есть, если человек читал в Париже тогда книгу Моисея Хоренского на латыни, то он не мог бы по фамилии, ну или потому, что тогда считалось фамилией, определить, кто по национальности автор. В те времена армянами называли тех, кто родился в Армении. То есть, достаточно было родиться в Армении, на территории, которая называлась Арменией, чтобы называться армянином. До начала 20 века все словари так и писали. Родился в Армении, значит, это Армения. Кто такой армянин? Тот, кто родился в Армении. Кому интересно подробнее, вот с цитатами, ссылка на экране. Сегодня, однако, ситуация совершенно другая. Если считать армянами только тех, кто родился в Армении, тогда 10-миллионная диаспора, не знаю, сколько там, 10, 10, 8, 12, обидится на 2-миллионную Армению. Не годится. В некоторых старых словарях добавляли, что, чтобы быть армянином, называться армянином, необходимо было не только родиться в Армении, но и жить в Армении. Вот такое определение, как вы понимаете, это вообще катастрофа для нашей популяции сегодня. Владение армянским языком, если, допустим, считать армянами всех, кто говорит по-армянски, это упростило бы ситуацию и улучшило бы ее, поскольку знающих армянский язык немного больше тех, кто родился и проживает в Армении. Но и в этом случае за бортом остается большая часть тех, кого мы сегодня считаем армянами, и кто сам себя считает армянином, несмотря на то, что не говорит по-армянски. Армянские ученые вполне могли бы помочь своему народу и смастерить какую-нибудь приемлемую формулировку, чтобы нам не стыдно было. То мы как без рода, без племени. У нас название есть, а понимание того, что это название означает, нет. Я давно думал, что надо бы провести такой опрос среди армян, чтобы они ответили, почему они армяне, почему они считают себя армянами. Армяне очень любят разговоры о том, что такое настоящая армянина, кто такой настоящая армянина. Я когда живу в Армении, я не помню ни одного застолья, чтобы этой темы не было в развлекательной, так сказать, программе. Поэтому уверен, что все армяне с удовольствием ответили бы на этот вопрос, почему они считают себя армянами. Поделился я этими мыслями со своим добрым приятелем, которого вы все хорошо знаете, Гагиком Сергеевичем Аганжаняном, А он в ответ показал мне очень интересную переписку с институтом, который прямо сейчас и уже несколько месяцев проводит подобный опрос. И я хочу вас с этой перепиской ознакомить. Занимается этим гуманитарный институт в Ростове-на-Дону, где как раз живет очень-очень много армян, так что это логично. И действительно, среди вопросов были те, на которые я и хотел бы услышать и увидеть ответы. Чем определяется принадлежность к армянскому народу? Почему вы считаете себя армянином? Что роднит вас с людьми вашей национальности? Что объединяет всех, вот здесь ключевое слово, всех представителей армянского народа? И назовите отличительные черты, характеризующие любого представителя армянского народа. Опрос этот открытый. Каждый, кто считает себя армянином, если хочет, заходит и отвечает. Отстаивает, так сказать, право армянского народа на самоидентификацию. Теперь к переписке Гагика Сергеевича с институтом. А эта переписка здесь самая интересная, на мой взгляд. Гагик спросил, почему так мало ответов? Меня тоже удивило. За три месяца, посмотрите, опрос был размещен 19 января 2024 года, его прошли всего 52 человека. Первое, что пришло мне в голову, это то, что институт затеял все это ради галочки. То есть, чтобы написать в отчетах, что опрос проведен, и скажите нам спасибо. Однако, все оказалось совсем не так. Письмо Гагика Сергеевича в институт. Давайте я прочитаю. Позвольте поблагодарить вас за оригинальный опросник по субъектной самоидентификации. Помимо научного интереса, опросник позволяет особенно молодым армянам, проживающим вне пределов Армении, задуматься о своей самоидентичности, почему он армянин. В том числе, чтобы не поддаться современным тенденциям глобализации и не ассимилировать. Однако, в динамике участвующих в опроснике заметной активности почему-то не наблюдается. Чему не могу найти внятного объяснения? Институт ответил Гагику. Подписали ректор Юрги и проректор с армянской фамилией, кстати. К сожалению, действительно, на сегодняшний день результаты опроса оказались далеко не такими, как мы ожидали. Как верно вами было отмечено, такой опрос действительно проводится впервые. И критерии, маркеры определения идентичности армянского народа были выработаны нашей научной группой и ранее не использовались. И вот дальше самое интересное. Из числа тех организаций, диаспоры, физических лиц, которые, на наш взгляд, должны были как неравнодушная часть армянского сообщества заинтересоваться исследованием и результатами опроса, и в чьих силах было осуществлять продвижение анкеты в информационном пространстве, лишь десятая часть проявила интерес, который, внимание, сводился в большей части к определению истинной цели, в кавычках, проводимого нами опроса. То есть, что произошло? Те общины, десятая часть, которых все-таки заинтересовал этот опрос, они не бросились участвовать в нем. Они стали расспрашивать ученых Ростовского института, с какой целью они его организовали. Это как? То есть, подходит армянин к армянину и спрашивает, да, а, есть? А тот в ответ, с какой целью интересуешься? Братья, скажите, а с какой целью вообще можно спросить армянина, почему он считает себя армянином? Правда, мне это же даже интереснее, чем весь этот опросник. Этим занимаются руководители диаспор и центров армянистики. Выясняют, почему проректор института, армянка по национальности, занимается вопросами идентичности армян. И после того, как получают ответ, ответ получают развернутый, посылает этот институт, сами понимаете, куда. 52 ответа за 3 месяца, это вот именно туда. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вопросы опросника, как и сам опросник, и его результаты, как вы сами могли убедиться, находятся в открытом доступе. И каждый мог и может в любой момент посмотреть ход опроса. Ни один вопрос не носит политического оттенка, и это не раз подчеркивалось при телефонных переговорах с представителями тех немногочисленных организаций, которые проявили интерес к процессу опроса. То есть были телефонные переговоры, в которых профессор Вартанян каждому в отдельности любопытному председателю общины все объясняло. И все равно 52 анкеты за 3 месяца. Что в переводе с языка математики? Вы поняли, что значит. Для нашего коллектива пока остается загадкой, почему при наличии реальных угроз армянской идентичности вопрос, не требующий ни финансовых затрат, ни усилий, ни привлек должного внимания. Здесь речь идет только о России. А поскольку это ответ на вопрос Гагика, который проживает в России, является гражданином России. Но на самом деле этот опросник создан еще, кроме русского, еще на 9 языках. Включая армянский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, греческий и иврит. Как видно из документа, который прислали Гагику, институт обратился к более чем 40 центрам армянской диаспоры по всему миру. Я все-таки не думаю, что это заговор руководства диаспоры против армянского народа с целью не дать нам самоидентифицироваться, то есть оставить все как есть, чтобы армянский народ продолжал жить в самоневедении. Я думаю, что знаю, почему руководители общения дают ход этому опросу. Причина простая и очень естественная. Я уверен, что они, руководители, сами не знают, как ответить на вопросы, предложенные институтом, и боятся, естественно, что и общение их не смогут дать внятные ответы. И тогда станет очевидно постороннему глазу, что армяне понятия не имеют, почему они армяне. Ростовскому гуманитарному институту спасибо за смелость. Вы задали простые и земные вопросы моим непростым и неземным соплеменникам. Это смело. С Богом. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...